Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня мы будем делать картофельные лепёшки на быструю руку. Так как у нас нет хлеба, на огороде работа и нужно что-то кушать. Для этого я отварила вот три картофелины в мундире. Очистила их, они там чуть-чуть тёпленькие. Теперь натру картофель на тёрочке. Для этого блюда нам понадобится всего три картофелины. Он разваривается. Затем одно яйцо, посолить по вкусу, поперчить, щепоточка соды и зелень. Ну, зелень пока у нас март месяц, и на огороде я нашла только вот лук на перо. Петрушка ещё очень маленькая, укропа ещё нет. Ну, обойдёмся и луком. А можно, если нет даже зелёного лука, пожарить репчатый лук и тоже добавить уже поджаренный лучок. Вот так мы натираем картошечку. Это лепёшки такие. Это лепёшки? Можно... Ну, лепёшки, у нас говорят коржи. А, ну коржи другая. Да, вот. Теперь разобьём сюда яйцо. У нас говорят коржи. А, ещё можно назвать лепёшки. Я знаю, как ещё их можно назвать. Теперь добавлю сюда немножко муки. Муку я перемешаю вот с содой. Вот немножко, где-то пол чайной ложки соды. И муку буду добавлять, посолю. Затем поперчу. А где я перчик, вроде бы сюда принесла, а воно. Поперчу совсем чуть-чуть. Вот, достаточно. Теперь хорошо вот это всё перемешаю, чтобы оно было такой... консистенции теста. Не очень жидкого и не очень густого, и чтобы не прилипало к рукам. Хорошенько его вот так перемешаю. Ещё чуть-чуть добавлю муки. Иван Афанасьевич, будешь вместо хлеба кушать? Ваня мой довольный, когда нет хлеба. Если нет хлеба, значит, я обязательно сделаю или оладьи, или плаценды, или коржики, которые он любит больше, чем хлеб. И которые нельзя, но всё равно люблю. Да, у нас к ближайшему магазину 5 километров. В селе у нас магазина нет. Вот. И нужно только на машине ехать, чтобы купить хлеб. Получается очень дорогой хлеб. Ещё чуть-чуть муки. Если поехать потратить бензин и купить хлеб. Мы ездим хлеб покупать где-то примерно один раз в неделю, когда едем на базар, вот, чтобы там купить, что нам нужно. И покупаем 2-3 булки хлеба. На понедельник, вторник нам хлеба хватает. А вот уже четверг, пятница, вот, где-то так, уже мы стараемся что-то сделать из муки. Ну вот, пока наше тесто, пусть с содой побудет, отдохнёт, а мы нарежем лук. Лук стараемся нарезать такими кусочками помельче, но это не очень важно. Я ещё люблю в этих коржиках укропчик и зелёный чесночок порезать тоже перья. Но зелёный чесночок уже тоже взошёл, уже где-то сантиметра 4-5, тот, который мы сажали ещё осенью. Но жаль его пока дёргать. Вот и всё. Нарезали лук. Отправляем лук в наше тесто. И уже будем вымешивать руками. Перемешаем, чтобы наш лук перемешался вместе с картофелем. И совсем немножко дадим, минут 5-10, вот после того, как мы вымесим, минут 5-10, дадим ему, по-моему, ещё чуть-чуть муки пойдёт. Мука, муку добавляйте так, чтобы не липла к рукам. Зависит тоже от картофеля, от муки. Вот вы сами почувствуете, сколько муки надо. Я взяла вот здесь пол-литровый стаканчик. Вот, и у меня ушло. Ну да, картошки разные бывают. Может быть, больше картофеля, а меньше. Картофель, да, тоже разные бывают. Трогаю. Ну, тоже, когда будете месить, то уже видно, когда он не прилипает к миске. Вот тогда муки и достаточно. Ну вот, друзья, тесто мы вымесили. Оно вот такое получилось. Мягкое, чуть-чуть слегка липнет, но это из-за картошки. Я взяла, я вам говорила, пол-литровый стакан. Ну, пол-литровую баночку можно, если такого стакана. Муки где-то примерно так и пошло. И на подсыпочку осталось ещё немножко, как обычно. Всё, оставим, тесто накроем. Оставим, чтобы оно отдохнуло минут 10. Включим под сковородкой огонь, пусть разогревается. И будем делать наши коржики. Тесто наше отдохнуло. Мы взяли досточку, подпылили ещё немножко мукой. Теперь поделим, на сколько коржей, ну, зависит от того, какого диаметра у вас. Сковородочка. И будем выпекать наши лепёшечки или коржики. Ещё немножко обваляем их муке. Каждый. Сформируем вот такие вот шарики. Ах, запах уже зелёного лука пахнет весной. Настоящим луком с огорода, а не тепличным. С магазина. Уже хочется зелёного борщика. Ещё немножко. Зелёным лучком. Ну и всё. И будем раскатывать. Сковородку нашу мы уже включили. Она нагревается. И раскатываем наш коржик. Зависит от того, какой вы хотите. Тоньше, толще. Можно и потолще, и потоньше. Как вам нравится. Наша лепёшечка готова. Отправляем её в сковородочку. Чуть-чуть она прилипла. Но это не критично. Всё. Чуть ещё руками. Так как тесто немножко нежное, можно ещё руками подправить. Так же, как и на блинчике. Я первый раз смазала сковородку с мальцем. Дальше я уже её не буду смазывать. Всё. Ждём, пока поджарится. Перевернём на другую сторону. Дымится. Печётся. Переворачиваем на другую сторону. Какой он румяненький. И аромат, друзья, зелёного лучка с яйцом. Прелесть. Всё. Обжариваем с другой стороны. Вот наш коржик. Лепёшечка наша подрумянилась с другой стороны. И проделаем так со всеми коржиками. Да, ещё, кстати, можно при желании, пока она горяченькая, вот так сдобрить маслицем сливочным. Будет вкуснее и мягче. Да, я уже услышала, как ты слюнку залатываешь. Ещё чуть-чуть. Какое-то наказание. Я всё время возле их дотертися. Вот, друзья, из трёх картофелин среднего размера пол-литровой баночки муки, одного яйца, соль, перец по вкусу и пол чайной ложки соды. У нас получилось шесть прекраснейших лепёшек. Одна чуть-чуть подгорела. Вот. И будем пробовать. Вот. Эту лепёшку резать не надо. Её нужно разрывать. У Тёму весь смак. Такую лепёшечку можно как в лаваш завернуть, что вы желаете. Можно там куриную грудку, солёные огурчики. Мы сегодня будем вот так вот кушать с томатным соком. Друзья, очень вкусно. И без жира, без масла мы их просто на сухой сковороде пекли. Я думаю, что полезно и вкусно и очень хорошо заменяет хлеб и как самостоятельное блюдо. Так что делайте такие лепёшки с зеленью, с картофелем и вы не пожалеете. Приятного всем аппетита! Пока!